Время больших решафлов. Именно под таким лозунгом проходит эта неделя на просторах киберспорта. Огромное количество мировых клубов произвели замены, поэтому именно про них мы сегодня и поговорим. Эстафету замен в нашем выпуске открывает клуб Virtus.pro. Организация перевела в запас Виктора Войтеса и выставила его на трансфер. Игрока временно заменит Михаил Мичу Мюллер, который будет стендином польского коллектива на SLI лиге Star Series 4 сезона. И АЕМ Катовица 2018. ТАСС выступал за Virtus.pro с января 2014 года. В составе российской организации он победил на ESL Major Series Katowice 2014, а также в первом сезоне E-League и DreamHack Masters Las Vegas 2017. За 4 года он выиграл с Virtus.pro около 20 чемпионатов, занял вторые места на E-League Major 2017 и Epicenter 2017. 5 раз доходил до полуфиналов на мейджорах. ТАСС выиграл на турнирах около 529 тысяч долларов призовых. Это невероятные показатели для современной сцены, ну а если взять во внимание, что Виктору Войтесу 31 год, то восторг этих показателей только возрастает. Первым турниром Virtus.pro без Войтеса станет SLI League Star Series 4, который пройдет с 17 по 25 февраля в Киеве на площадке Киев Февриспорт Арены. Мичу также выступит за Virtus.pro и на E-M Katowice 2018, который возьмет старт 27 числа. На мой взгляд, перспективы этой замены крайне туманны, потому как тот опыт, который имеет Войтес, мог бы не раз выручить коллектив в сложных и непростых ситуациях. Переносимся во Францию. TeamLDLC отправила капитана команды Кевина Экзистенс Дроланса в запас. Об этом игрок рассказал в Твиттере. Он пообещал продолжить карьеру в другом коллективе. Экзистенс объяснил, что его вывели из основного состава LDLC из-за разногласий с организацией. Он признал, что был слишком жестоким по отношению к игрокам, особенно в первых составах. Дроланс сказал, что уважает решение клуба и желает ему удачи. Добавить особо нечего, потому как французские решавты в последние несколько лет не приносят громких результатов. Точечные победы на турнирах не влекут за собой большой винрейт, а дистанция от игрных чемпионатов показывает, что решения в подборе игроков были ошибочны. На очереди киберспортивный клуб БИК. Руководство клуба исключило из состава Николу Нинича и Кевина Бартоламауса. Легия займет пост в структуре организации, а Киев переведен в запас. Об этом представители БИК сообщили в Твиттере. Причиной изменения стали последние результаты команды. После пятого-восьмого места на PGL Major Crack of 2017 коллектив не прошел квалификации на ESL One New York, элик CSGO Premier, Epicenter, Intel Extreme Masters 12 и AEM Katowice 2018. А на прошедшем чемпионате мира команда финишировала на 12-14 месте, потеряв статус легенды. Это, господа, более чем провальный отрезок, поэтому надеемся, что организация сможет окончательно укрепить состав, потому как терять на мировой арене такого некогда сильного игрока ну никак нельзя. СНГ регион старается не отставать от Европы и всего мира. Сергей Старикс и Щук больше не связан с контрактом с Team Spirit. Он выступал за команду с мая 2017 года, но в октябре его перевели в запас. На странице во Вконтакте Щук также сообщил, что открыт к новым предложениям. Настоящая легенда отечественного Counter-Strike вновь готов тренироваться и побеждать. Правда, пока что играть не за кого, но, думаю, такие игроки долго в свободном плавании не пробудут. Опять же, опытнейший игрок в современном киберспорте на вес золота, при том как в основных составах, так и на посту главного тренера. Вопрос только один, какой клуб пригласит Старикса на работу. Игроку G2 eSports Ришару Шоксу Папельону предстоит операция на запястье в марте этого года. Папельон пропустит до 10 недель выступлений. В G2 eSports сообщили, что операция по удалению кисты пройдет 23 марта. Осложнения маловероятны, но правое запястье Шокса будет в фиксаторе порядка 8-10 недель. После этого ему понадобится от 1 до 8 недель, чтобы полностью восстановить подвижность руки. Однако Шокс решил выступать за G2 вплоть до операции. Команда в данный момент договаривается с ESL и FACET о переносе онлайн-матча с 23 марта на 8 апреля. Игрок планирует вернуться в состав 9 апреля, но если он не сможет этого сделать, то стендином будет тренер G2, Эдуард Смитс Дюбардо. На этом все, дорогие друзья. Большое спасибо за внимание. Любите киберспорт, играйте и, конечно же, выигрывайте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok